и наступило время вас познакомить с моим питомцем были мы с александром с мужем в магазине лера мерлен и я не смогла пройти мимо вот такого вот цветочка есть же поверье что папоротники цветут на праздник ивана купала но никто не видел это цветение а я надеюсь все же увидите его поэтому и приобрела в магазине вы знаете папоротники замечательно живут в квартирах вот и у меня вот такой вот нефролепис папоротник нефролепис очень много видов под видов папоротника но мне понравился вот такой хотя хочу сказать что другие папоротники ничем не хуже папоротник как и хлорофитум очень хорошо очищает воздух и неплохо иметь такой цветок у себя а также папоротник зеленый доктор у папоротников есть способность заживлять раны папоротники не любят темные места и несмотря на то что они растут в лесах и занимают самую низший ярус все же им нужен знаете знаю легкую полутень при ярком свете отлично подойдет ему и при покупке этого цветка нужно учесть что папоротник растет до огромных размеров вот у меня в принципе не маленький да но они вырастают еще больше ну наверное раз в сто я просто видела большие такие красивые папоротники у них красивые длинные ваи просто прелестные они и нужно найти расположение для этого цветка место расположения ему подходит замечательно на восточных или на западных окнах но нужно учесть что цветок вырастает большим значит нужно подготовить для него подставку около окна чтобы был рассеянный свет чтобы солнышко попадала в окно но не обжигал ему листья не обжигала ему ваи вот эти вот ай листочки называются ваи любит все же прохладные места чем жаркие от жарких у портится листья и он погибает не любит такие прям солнечные места можно выносить летом на лоджии балконы а также можно вывозить на дачу ставить под яблони вишни сливы так чтобы крона деревьев прикрывала его и будет очень хорошо смотреться также можно расположить на подвесных кашпо и будут свисать вот на открытых верандах вот эти ваи и будет просто прелестно я вам советую в преддверии лета обязательно купить себе такое растение оно очень красивое но все же держать повыше от животных как же его поливать перелив он не любит но это же папоротник и он любит влагу да он любит влагу но перелив он не любит вообще не любит поэтому почаще его опрыскивать и поливать по мере необходимости мере мера необходимости это знаете а вот так вот приоткрыть его ваечки и посмотреть подсохли верхней верхняя часть земли знаете вот вот так вот где-то вот туда пальчик и смотреть если подсохла значит нужно обязательно полить но если вы сомневаетесь то чаще опрыскиваете чаще два-три раза в день если вы у вас выходной и он у вас находится на балконе то выходите из опрыскиватели просто опрыскивать его и все просто ему будет приятно вам не сложно а если он вас находится на подоконнике рядом поставить ложечки с водой красивые вазочки прозрачные с водой можно наполнить вазочки гидрогель и по и будет смотреться тоже также хорошо и будет влага и конечно же уносить на уносите в ванную чтобы опрыскивать на подоконниках на подоконниках опрыскивать неудобно так как мы запрыскаем все стекло как же удобрять удобрять ну обычными колейными удобрениями они продаются специализированных магазинов и с периодичностью 2-3 недели пересадка пересадка нужно будет опять же по мере необходимости и меры необходимости это раз в год потому что цветок растет быстро просто молниеносно при хорошем уходе при постоянных удобрениях и как же его размножать его делят вайками удаляем из горшка и разбираем их на вайки но это нужно делать аккуратно я при покупке этого цветочка уже себе отделила ваечку сейчас вам покажу вот такая вот растюшечка дочка или сынок от этого растения как же я так разделила да хочу сказать что я не пересаживала у меня пока нет земли для этого цветочка и горшочек наверное ну на 2 сантиметра нужно ширину поэтому пока я не трогаю вы скажете светлана ты всегда говоришь надо после покупки срочно пересаживать срочно пересаживать это клубневые растения клубневые цветы я срочно пересаживаю и орхидеи в тот же день это растение папоротник я его по мере возможности пересажу куплю горшок куплю землю и буду пересаживать сейчас я его просто чаще опрыскиваю и раз в неделю я поливаю как же я все же отделила вот эту растюшечку если посмотреть приподнять ваечки здесь вот видно видите есть молодые росты у них корни не глубокие поэтому я просто подцепила пальцем и потянула и вот у меня растюшка этой растюшки неделя насколько приживется эта растюшка не знают так как молодые вот эти вот растюшки они очень капризные очень капризные и могут засохнуть но я вам все обязательно потом расскажу и покажу возможно при пересадке повредить корень это тоже возможно у маленьких вот эти вот но нужно быть внимательным и терпеливым не получилось один раз потом при пересадке можно отделить себе также небольшое растюху вот я с вами и поделилась своим приобретением своим питомцам очень он мне понравился и тем более я его купила по скидке было очень очень приятно вообще приятно покупать по скидке хорошие здоровые растения чего и вам желаю но красавица красавица